Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про жилищно-коммунальное хозяйство, вопрос, который мало кого может оставить равнодушным. Так что звоните в нашу студию, телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. В наших гостях сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Максим Александрович Цыбуляк, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. А также Оксана Николаевна Маркина, член данной комиссии. Здравствуйте. Добрый вечер. Оксана Николаевна, Максим Александрович. Вопросы ЖКХ у нас, в общем-то, действительно неприходящие. Просто это классика. У нас, к сожалению, много проблем. Много и хорошего, но проблемы как-то более на себя обращают обычно внимание. И так вот получилось, что очень-очень много у нас вопросов поступают по телефонной связи в течение недели по поводу обращения жителей жилищного комплекса «Довинчи». Как раз-таки в том числе и в общественную палату. Скажите, что там произошло, что жителям так не понравилось? В феврале месяце к нам начали поступать обращения от жителей жилищного комплекса «Довинчи». Связаны были они с тем, в первую очередь, что в январе, когда были довольно сильные морозы, температура в квартирах низко опускалась. 14-17 градусов. И промерзали стеклопакеты. Представитель нашей комиссии участвовал в собрании собственников и управляющей организации, которая проходила на территории «Довинчи», где он ознакомился с вопросами, которые беспокоят людей. Это, как выяснилось, недоделки, оставленные застройщиком. Это и фасадная плитка, которая осыпалась, и прошлым летом, и осенью. Промерзающие стеклопакеты. Лифты, которые в одном из корпусов. Это многоэтажка, попрошу заметить. И работал только один лифт. А заявленных, прошу прощения, сколько всего? Заявленных было три лифта. Соответственно, понимаете, что ведутся ремонтные работы в квартирах. Дом по-прежнему постепенно заселяется только. И одного лифта на такую этажность это катастрофически мало. Скажите, Максим Александрович, раньше жители обращались, до этого инцидента, с действительно холодной зимой, обращались в какие-то общественные организации к застройщику по поводу недоделок по строительству? В общественную палату это было первое обращение. Но это связано с тем, что дом еще, можно сказать, частично заселен. Эта зима, она показала недоделки в отопительной системе. Представители управляющей организации заверили, что данной не хватало мощности насосов. И в межсезонье данный вопрос средствами застройщика будет устранен. В принципе, это нормальная практика, когда после сдачи дома всплывают какие-то недоделки в строительстве. Поэтому и дается гарантия застройщикам пять лет на построенный им объект. Если застройщик реагирует оперативно, в этом нет ничего плохого. В принципе, когда мы выехали в конце февраля на место со съемочной группой вашего канала и с представителями нашей комиссии, и когда мы пообщались с жителями управляющей организации, мы пришли к общему мнению, что диалог между инициативной группой жителей и управляющей организацией может быть построен, и это будет продуктивный диалог. Подробности мы и пришли как раз рассказать, что происходит. А почему вообще возникла необходимость именно к вам обратиться? Ведь все взрослые люди, у нас есть, грубо говоря, две страны. Не будем конфликта называть, скажем, пока ситуации. У нас есть жители, которые недовольны чем-то, и у нас есть застройщик, который был ответственен за то, чтобы все было грамотно, четко и вовремя. А почему вот не смогли они друг с другом сконтактироваться? Почему пришлось арбитра в виде общественников находить? Всегда получается, что виновная сторона, она часто кормит завтраками. Говорит, да, мы вот сделаем. Клоняются практически. Это была как раз одна из таких ситуаций. Это была, да, поэтому жители вынуждены были обратиться. Тем более за время работы общественной палаты нашей у нас уже сложилась такая репутация, что мы людям на самом деле помогаем по многим вопросам. Поэтому, скажем так, мир полнится слухами, хорошими слухами в отношении нас. И жители обратились к нам. Собственно, когда мы приехали, мы обратили внимание на то, что, во-первых, это уникальный дом. Это почти полторы тысячи квартир. Такого дома в Подмосковье, наверное, не существует ни в каком другом районе. И здесь еще получается проблема, конфликт между жителями. Вот одни жители заявляют, что управляющая компания им ничего не делает. Жители, живущие через стенку, говорят, что у них вообще таких проблем нет. И когда они звонят в управляющую компанию, через несколько часов у них все исправляется. Естественно, приходят к нам с плохим. Про хорошее мало кто говорит. Но когда мы пообщались с жителями, мы понимаем, что управляющая компания не уклоняется от своих обязанностей. Она просто на данный момент физически не может все их выполнить. Поэтому мы... Прошу, давайте мы сейчас продолжим эту тему, пока примем первый звоночек сегодня за вечер от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. С зовут меня Иван Иванович. Очень приятно, Иван Иванович. Мне звонок вашим там присутствующим. Вот зима у нас теплая в этом году, на славу удалась. А почему тарифы на тепло, на горячую воду, на тепло у нас не уменьшаются? Остаются по-прежнему. Иван Иванович, можно узнать, а где вы живете? Ну, без там квартиры, просто город и улицу, допустим. Говорова 16, квартира 158. Говорова 16. А управляющая компания, которая у вас? Раджи. Все, спасибо огромное за звонок. Ну, действительно, в общем-то, у нас, скажем, самые такие зимние морозистые дни, я думаю, уже, конечно, позади. Тем не менее, вопрос достаточно, по крайней мере, на первый взгляд, очевидный. Если нет необходимости, кажется, отапливать так, как обычно, то почему растут тарифы? Здесь вот аналогичная ситуация. Вот опять вернусь к Давинчу. Вот когда у них были перебои с подачей тепла, им счета приходили на полную стоимость. К сожалению, так происходит в некоторых домах. Поэтому мы по таким обращениям работаем и пытаемся выяснить, в чем причина была. Соответственно, здесь право каждого жителя подать в управляющую организацию на перерасчет, аргументируя тем, что да, не была оказана услуга в полной мере. Поэтому с этим нельзя тянуть. Соответственно, если вам какая-то услуга не оказывается, не надо ждать, что за вас это кто-то сделает. Вам нужно самим. Это будет гораздо быстрее и практичнее обратиться в управляющую организацию. Если вам уже отказали, ну тогда милости просим к нам и вам поможем. У нас есть практика работы. Возвращаясь к данному адресу, к жилому комплексу «Довинчи», насколько мне известно, были жалобы как раз-таки на лифты, не только на их количество, но в том числе и на качество их исполнения. То есть там высказывались даже предположения о том, что эти лифты могут и вовсе упасть в шахту. Я так понимаю, под этим есть какие-то основания или это, в общем-то, все-таки домыслы? Основания есть. Дело в том, что, как мы узнали, компания, которая проводила монтаж лифтов, работы не довела до конца. Это уже, конечно, другой разговор, каким образом это все принималось. Не знаю, может, не заметили, может, еще какие-то причины были. Но остается фактом, что многие лифты работают, скажем так, некорректно. Из-за того, что не установлены некоторые детали, в них довольно сильная вибрация, шум, скрип. Некоторые жители жаловались. Это, собственно, послужило уже таким толчком для того, чтобы мы оперативно отреагировали на жалобы жителей. Со слов жителей было предположение, что лифт падал и завис на ловушках. То есть житель ощутил эффект свободного падения. Сначала вибрация была, потом резкий толчок, лифт завис. Через какое-то время он продолжил свое движение. По лифтам в данный момент управляющая компания и застройщик с компанией, которая устанавливала лифты, ведется судебное премие. То есть они требуют, чтобы все работы были доведены до конца, все, что было не установлено, поставили. И из-за этого, конечно, часть лифтов не работает. Не работала на тот момент, когда мы приезжали. То есть как раз-таки выключены, скажем так, те лифты, которые у нас имеют подозрение на то, что они не готовы вообще перевозить людей. Это создает неудобства жителям. И скрип в тех лифтах, которые работают, создает дискомфорт. Но те лифты, которые работают, опасности для жизни не представляют. Иначе бы они на самом деле не работали. Конечно. Ну, я так понимаю, за исключением как раз-таки данного лифта, о котором вы сказали, здесь очевидная ситуация, о которой надо разбираться. Максим Александрович, еще такой вопрос у меня касается непосредственно отделки дома. Вы говорили о плитке крошащейся и так далее. Как так получилось, что были произведены некоторые работы? То есть понятно, что это не отсутствующая плитка, это плитка, которую поставили, сделали. Тем не менее, она находится в таком состоянии. То есть все-таки поспешил застройщик или имеются какие-либо другие повесения? Естественно, здесь застройщик и спешил, и, естественно, нарушена технология монтажа. Поэтому те элементы, которые были некачественно смонтированы, они, естественно, в первую очередь и рушатся. Вот, к сожалению, эта плитка, собственно, и представляет угрозу для жителей, для прохожих, которые, ну, все знают факт, что со стороны Можайского шоссе до прошлого лета падала плитка. Вот, сейчас были проведены работы по замене и проводятся. Вот, я думаю, в дальнейшем такого не повторится. Оксана Николаевна, насколько мне известно, вы присутствовали на встрече с местными жителями, с компанией-застройщиком. А какие вот на сегодняшний день мы можем четко озвучить по пунктам результаты этой встречи? Что будет предпринято и каковы сроки? Вы знаете, я хочу заметить то, что представители управляющей компании идут на встречу с жителями и подтверждают, что есть ряд проблем. Вот, также жители обращались, что отсутствует полноценная детская площадка. Да, площадка хорошая есть, но она, в общем-то, практически рассчитана для подростков. То есть, для детей именно маленьких элементов, конечно, не хватает. Безусловно, общественная палата нам предсказал представитель управляющей компании о том, что создана дорожная карта. И мы, как общественники с инициативной группой жителей, будем проводить общественный контроль. Именно исполнение этой дорожной карты и устранение всех недоделок и всех обязательств перед как раз-таки жителями. Оксана Николаевна, что могу сказать? Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Будем следить за данным адресом. Я так понимаю, что вы с ним, его средства, плотно работаете лично. Еще раз спасибо, что приезжали. Я напомню уважаемым телезрителям, что не так давно общественная палата проводила круглый стол вместе с представителями наших властей, вместе с компаниями-застройщиками, к управляющими компаниями, а также с инициативными группами по еще двум адресам. Это Можайское шоссе, дом 15, и улица Советская, дом 8. Причем там уже речь шла не о каких-то недоделках строительства. Дома эти были построены очень-очень много лет назад. И качество того, как там люди сейчас живут, в общем-то, вызывает у некоторых людей сравнение буквально с фильмами ужасов. Я предлагаю нам сейчас посмотреть, как именно это выглядит и о чем удалось договориться с управляющими компаниями. Жители дома 15 по Можайскому шоссе обратились к общественникам в сентябре прошлого года. По их мнению, дом находится в аварийном состоянии. Панельную пятиэтажку 64-го года постройки включили в программу капитального ремонта, который так и не произвели. У специалистов возникли опасения, что фундамент не выдержит веса ремонтных материалов. Впрочем, жильцы говорят, главная проблема дома даже не крыша, а подвал, еженедельно затопляемый грунтовыми водами. Дом находится, я думаю, подробнее потом коллеги расскажут, на уникальном месте. Точнее, это озеро, которое давным-давно, много лет назад там было. И постоянно дом подтапливает изнутри. То есть постоянно в подвал у нас влажный, подвал у нас мокрый и скапливается в лавито. Управляющая компания регулярно откачивает воду, однако местных жителей это не устраивает. Сырость ощущается по всему дому, а в воздухе стоит ощутимый запах. Подвал затапливается. Мы в том году ежемесячно делали фотографии, составляли акты, затапливается по полной программе. Желаем мы этого, не желаем. В этом году ровно две недели у нас было сухо в подвале. Две недели, потому что мороз был. Общественники подтверждают, жильцы совершенно правы. Хоть здание и не было признано аварийным, проблем у него полно. Впрочем, по словам представителей управляющей компании, ситуация может коренным образом измениться в ближайшие месяцы. На 16-й год этот дом полностью запланирован накапливаемый межпанельный стык, внутренний инженерный систем и электрообороны. То есть комплексный и специальный ремонт. Другой проблемный объект расположен по улице Союзная. Дом, построенный еще в довоенные годы, ни разу не ремонтировали. С гнилой проводкой и продуваемыми помещениями жители дома уже смирились. Но когда два года назад закончилась вода в колодце, не выдержали и обратились в общественную палату. Приехавших специалистов поразило увиденное. У людей отсутствуют даже самые необходимые удобства. Проводка электрическое состояние, что в деревянный дом есть также опасность, что пожарная опасность повышена из-за того, что проводка подсоциально. Планируется, что в 17-18 году жители из злополучного дома переселят в новостройку. Но разводят руками специалисты до этого времени придется потерпеть. Общественники пообещали держать людей в курсе дела, а пока предложили создать совет дома. Работа с ним позволит оперативно информировать жителей. Развести объявление по этажам, что уважаемые жильцы дома, в субботу в эту, в 15.00 предположим ситуацию, будет представитель общественной палаты и давайте изберем председателя совета дома, с которым мы будем вести непосредственный диалог по всем вопросам. Ну что же, как видно, ситуация действительно совсем и совсем не смешная. Мы сейчас постараемся у общественников получить непосредственные ответы о том, чего ждать местным жителям. А пока примем еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте, да. Вы... я память? Да, 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 мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Я звоню по поводу капремонта. Так. Вот я сплачу полностью капремонт. А сказали, что пенсионеры 177,5 должны платить половинную сумму. Так. Я к кому не обращалась, мне не дали ответа. Ну я сплачу вот полностью, чтобы это не была должна. Я это... по этому поводу я переживаю. Понял я ваш вопрос, спасибо большое. А вот на сегодняшний момент готовы дать ответ? Льготы имеются какие-либо? Однозначно имеются льготы. Я в цифрах только сейчас не могу точно сказать. Но люди старшего пенсионного возраста, значит, с определенного возраста пользуются льготой по оплате стоимости капитального ремонта. Значит, там какая-то возрастная группа есть, 50% оплачивают. И самого старшего пенсионного возраста жители вообще освобождаются от оплаты капитального ремонта. Но эта градация, она фиксирована, ее можно где-то проверить, посмотреть. Да, однозначно, это на законодательном уровне. И по поводу этого каждый житель, каждый пенсионер имеет право обратиться в свою управляющую компанию для того, чтобы сделать перерасчет. Скажите, вот в общественной палате сейчас есть какая-то комиссия, которая может вот с гражданкой связаться. Да, мы телефоны предоставим, конечно, и предоставьте ей консультационную хотя бы поддержку, куда обратиться, чтобы ей вот четко сказали. Вы, гражданка, платите столько-то и столько-то, и никто вас не тронет, если вы не будете платить полную сумму. Ну, поскольку вопрос касается капитального ремонта, это, естественно, в нашу комиссию. Поэтому по телефону, который она оставит, с ней свяжутся наши специалисты, и все разъяснят. И если будет какое-то недопонимание в управляющей компании, они помогут. Все чудесно. Ну, давайте вернемся к нашей беседе. Теперь представим нашего нового гостя, Сергей Владимирович Кочевалин, консультант-эксперт общественной палаты Одинцовского района. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы, конечно, понять, что происходит с Можайкой-15 и Советской-8, потому что, ну, очевидно, и видео, и фотофакты показывают, что выглядят ужасно. По крайней мере, выглядело на момент съемок совершенно ужасно. Давайте мы начнем с Можайского шоссея номер 15, да? Значит, я, насколько понимаю, людей в основном волнуют три момента. Это состояние кровли, это подвал, который затапливают грунтовые воды от, я так понимаю, как раз-таки, ну, просто грунтовых вод, да, вода идет. И это, я так понимаю, стояки, которые текут, как бы говорили местные жители и так далее. Вот на сегодняшний день на что вообще жителям надеются, какова вокруг данного дома ситуация? Ну, давайте я откомментирую. Прошу. Значит, на сегодняшний день на что жители могут надеяться? Ну, во-первых, на прошлой неделе прошел круглый стол, и там уже было озвучено нашей управляющей компанией АО «УЖХ» о том, что в этом году дом в плане капитального ремонта. Это уже необратимый процесс. Однозначно, дом будет ремонтироваться, будет ремонтироваться мягкая кровля, будут ремонтироваться инженерные внутридомовые коммуникации. То есть, вот те вопросы с протекающей кровлей и с худыми трубами, с неисправными стояками, они в ходе капитального ремонта будут сняты. Если можно сразу уточнить момент. Насколько мне известно, ряд, в общем-то, коммуникаций проходит в квартирах непосредственно граждан. Многие переживают. Там высказывались на совещании, которое мы сейчас показывали, мнение о том, что многие жители вообще не захотят допускать специалистов от управляющей компании к ремонту данных стояков и так далее. Все-таки можно как-то прояснить данную ситуацию? Насколько они вообще обязаны этим людям давать доступ? Понятно. Но проведение капитального ремонта, это абсолютно в правовом поле лежит этот вопрос. Здесь, если дом капитально ремонтируется и требуется замена стояков, проходящих в том числе и через квартиры собственников, собственник обязан предоставить возможность проведения данных работ. Собственнику, организация, проводящая этот капитальный ремонт, также обязана гарантировать, что он не понесет какого-либо ущерба. То есть не будет повреждена мебель, имущество гражданина, отремонтированы стены, оконные рамы. Ничто это пострадать не должно. В случае, если таковое случается, то гражданин требует компенсацию и ее получает. Ну, в общем-то, обыкновенная житейская ситуация. И, соответственно, материальную ответственность несет уже компания, отвечающая за стены. Совершенно верно. Материальную ответственность несет компания, которая выиграет тендер на проведение капитального ремонта. И она, принимая за эти работы, берет на себя, соответственно, все эти обязательства. Продолжая нашу беседу. Кровли и подвал там остаются с кровлей. Насколько я понимаю, там высказывались опасения местными жителями о том, что кровля может не выдержать вес ремонтных материалов. Именно по этой причине, как местные жители объясняли, этот капремонт не был произведен ранее. Вот какова ситуация на этом? И вы сейчас немножечко подумайте о том, что сказать. Мы приемем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. В поликлинике Мояковского, 23. Пройдет в женскую консультацию. Гинекологу мало дают салонов направлений на УЗИ. И говорят, что ждать очереди. Это не первый случай. Гинеколог отправляет заведующие, заведующие. Куда врачу, граф, может считать, что это не их вопрос? Ну, я полагаю, что все-таки не от вредности. Наверняка там есть какая-то причина. Я предлагаю поступить так. Мы, безусловно, передадим ваши контактные данные в комиссию общественной палаты, которая занимается здравоохранением. Они постараются разобраться, какова эта ситуация. С вами свяжутся и подробно, как минимум, как минимум объяснят, почему так или иначе. А как максимум, может быть, и даже смогут как-то на это повлиять. Спасибо большое за звонок. Ну что же, вернемся к нашему ЖКХ-шному сегодняшнему поприщу. Речь шла о кровле. Какова с ней ситуация? Ну, кровля однозначно, скажем так, отслужила свой срок на данном доме и требует капитального ремонта. И здесь опасения жителей о том, что якобы конструктивные элементы самого дома могут не выдержать этого ремонта. Но это мнение на уровне домохозяйки. А, в общем-то, решение это принимается инженерами. И мы будем надеяться на то, что это на уровне разговоров и останется. Ну, то есть, условно, давайте успокоим наших жильцов. Не надо переживать. Ничего на них не рухнет. Однозначно. Потому что старая кровля демонтируется, вместо нее настилается новая кровля. Общий вес конструкции здания от этого не меняется. Так что не надо за это переживать. Здесь, прежде чем приступить к каким-либо работам, проводится инженерная экспертиза. То есть, специалисты должны понять, что и как они могут сделать. Поэтому просто так никто не будет приходить к ним на объект и класть сверху, грубо говоря, бетонные плиты. Чтобы перекрытия сделать. Нет. Естественно, будет проводиться ряд подготовительных работ. И только после этого уже будет принято решение, каким образом будет сооружена та или иная конструкция. Будет осуществлен тот или иной ремонт. Понятно. Вернемся к, наверное, самому подмоченному с точки зрения репутации моменту касательно этого дома. Это, в общем-то, подвал. Подвал затапливает. Жители жалуются на сырость, на неприятный запах и так далее на первых этажах. Все-таки, какова сейчас там ситуация? Насколько я понимаю, ремонт капитальный этот вопрос так или иначе исправит. Но вот на сегодняшний момент предпринимаются ли какие-либо шаги для того, чтобы хотя бы как-то минимизировать эту проблему? Значит, на сегодняшний день что там происходит? Ну, во-первых, как мы уже сказали, в ходе капитального ремонта меняются инженерные коммуникации внутри дома, в том числе и в подвале данного дома. Те коммуникации, которые требуют замены, они будут поменены. То есть дом будет застрахован, по крайней мере, от того, что в подвале произойдет прорыв какого-то из трубопроводов и произойдет потопление. Хотя вот такие ситуации там уже бывали. И это тоже, в общем-то, ухудшало состояние технического подпоряга. Ну, в общем-то, мы можем подвести итог под этой беседой и сказать, что капитальный ремонт, он, в общем-то, вот уже наступает. И к концу года, будем надеяться, жильцов больше этих проблем не будет. Правильно? Будем надеяться. А по поводу грунтовой воды? Ну, я надеюсь, что как только у них капитальный ремонт, в общем-то, пройдет, они и забудут слова. Грунтовые воды, потопленные подном, так далее. Ну, будем надеяться. И пристенный дренаж, который был построен в конце прошлого года, он уже функционирует. Может быть, потребуется некоторое развитие этой инженерной коммуникации, но все-таки уже определенные действия. Ну, другим словом, сейчас подойдем к капитальному ремонту, а там уже будем надеяться, что проблемы с себя и живет. Спасибо огромное, что вы нас сегодня посетили. Уважаемые телезрители, сегодня представители комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству общественной палаты были в наших гостях. Мы обсуждали несколько адресов. Сразу жилищно-коммунальный жилищный комплекс, прошу прощения, да Винчи. Адреса Можайская, дом 15, а также Советская, дом 8. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84 работает в течение всего дня. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в общественную палату нашего района на их официальном сайте, написав электронное письмо или воспользовавшись формой обратной связи. С вами был Святослав Савенков. До встречи и увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok